Всем привет, ребят! И с нами сегодня компания BlueCoin. Добрый день! Представьтесь. Меня зовут Руслан, я руководитель компании BlueCoin. И наша основная деятельность связана с производством посадочного материала и ягод голубики, а также автоматизацией нашего ягодного бизнеса. Скажи, пожалуйста, вы работаете с оптом или с розницей, или только с оптом? Нет, мы работаем здесь сейчас комбинированно. То есть время меняется и, соответственно, нужны новые подклады. Раньше у нас была история, что мы занимались только оптом. Сейчас мы где-то процентов 10-15 усилий перекладываем на розничные продажи. Вот начинающие, питомники воды, кто только начинает свой путь, какие-то небольшие у них объемы, могут к вам прийти? Какая минимальная у вас сумма заказа для опта? Когда вы же предлагаете хорошую вкусную оптовую цену? Угу. Значит, минимальная стоимость на доставку у нас оптовая – это 80 тысяч рублей. На самовывоз мы никак не ставим никакую стоимость, поэтому если самовывоз какой-то, люди могут приезжать. Если опт, то это от 80 тысяч рублей. Где вы находитесь? Мы находимся территориально в Беларуси, город Минск. У нас организовано для всех наших партнеров, в принципе, по России, уже и с точки зрения документов мы сопровождаем и закрываем полностью под ключ. С точки зрения логистики все вопросы закрываются. То есть либо это едет транспортная компания, либо, что наиболее выгодно, мы делаем сборные заказы, то есть формируем одну машину и везем, например, там, крем клиента. Развозим это все, и это максимально получается выгодно для них. То есть, смотри, я, находясь в России, могу у вас сделать оптовый заказ. Ну, могу сначала сделать заявку, мне пришлют прайс, да, посмотреть прайс, сделать заказ, там вы его собираете минимум, вот на минималку, да, 80 тысяч рублей. Дальше его привозите, документы, сопровождение, все вы оказываете. А дальше, например, вы оказываете какую-то помощь и поддержку, например, если там, ну, я беру, как начинаешь питомник, или как уже питомником, вот, вложаешь, ну, дорожки не могу взять, на перепродажу, какую-то поддержку конституционную, там, ну, что-то у меня пошло не так. Безусловно, мы в этом плане, вы свои. Поехали. И вам хорошего дня. Безусловно, мы поддержку нашим клиентам оказываем, потому что, наверное, это то, чего нам не хватало вначале, когда все были закрыты, и информацию приходилось где-то получать, не пойми откуда, где-то что-то переводить, читать и так далее. Сейчас в этом плане, ну, по крайней мере, мы являемся более открытыми и объясняем. Плюс мы ведем еще дополнительно свой YouTube-канал, не знаю, в рамках этого, не то чтобы рекламы, но у нас там много есть информации о обработках, о том, как правильно следить, как указывать. Наш канал называется «Ягодная долина». Вот там очень много такого контента. Плюс дополнительно мы стараемся, как только у нас несколько запросов на одну тему поступают, мы напишем какую-нибудь памятку. Например, как хранить саженцы зимой, вот актуальные, чтобы они хорошо себя чувствовали весной, и все проснулись. И вот таким образом мы стараемся поддерживать. То есть мы открыты в этом плане. Как работаете с рекламацией? Потому что мы всегда все рассказываем, у нас все прекрасно, замечательно. Но я всегда питомник оцениваю по тому, как он работает, претензии, да? Как вы работаете, как вы решаете такие проблемы? Мы максимально включаемся, потому что вот эта вот история, как на собеседовании. Люди всегда хотят себя, когда продать, они хотят казаться максимально хорошими. И здесь мы просто… Но мы-то знаем, что все бывает. Конечно. Вот я всегда вот это говорю, то, что это человеческий фактор. Человек не то как-то отгрузил. Не так поставил горшок, он где-то надломал светкой или еще что-то. И эти все моменты важно решать. Поэтому самое главное здесь включать такой человеческий формат, человеческий режим и просто договариваться, как будет комфортно человеку. Например, там что-то не так с растением, там что-то обломалась, ветка какая-то, например, несущая, скажем так, основная, да? Ну, надо разобраться. Он его может дорастить? Не может. Он его может подать по какой-то стоимости? Не может. Либо он его просто возвращает, либо мы как-то договоримся о каком-то дисконте и все. На что вы ориентируетесь, когда вот делаете подборку сортов в твоем питомнике? Почему спрашиваю? Придут, например, начинающие, даже продолжающие. Люди, кто хотят заниматься голубикой. Один живет в Московской области, да, другой там Урал, да, ну мы про Россию будем говорить, Юг. Как ему узнать, что ему надо конкретно? Вот он продает только в своем регионе. Что ему надо конкретно в своем регионе? Ну можешь к вам прийти с таким запросом, типа, дайте мне, пожалуйста, список сортов конкретно для моего региона, там Урал, например. Например, готовы ли вы, как у вас ассортимент? Вы готовы и для юга, и для средней, и для севера? Я-то знаю, что они готовы, я уже менеджера выяснила. Ну, давай проговорим. Да, мы в этом плане готовы, и мы в этом плане еще даже больше, если углубиться в эту ситуацию, то есть есть люди, которые помимо сортов, они еще углубляются а в возраста, а в способ производства. Ранний, средний, поздний. Да, 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 поэтому там еще есть средний, ранний, средний, поздний. У нас вот такая вот история, что мы максимально здесь готовы. Захотел человек клонированный, пожалуйста, черенкованный, пожалуйста. Захотел для северных регионов, там они в основном сорта с приставкой Норд-Нордлю, Нордкампи, Нордланд и так далее, пожалуйста. Захотел он для южных регионов, пожалуйста. И здесь он хотел бы получать только ранний урожай, получается только ранние сорта. Если хотел бы ассортимент, пожалуйста, вот 15 сортов, выбирай, какие нужно. Поэтому в этом плане мы здесь готовы. Ты говоришь клоны и черенок, то есть ты хочешь сказать, что вы предоставляете выбор, типа клонированную продукцию или очеренкованную приобретать? Предоставить, потому что у нас своя лаборатория Invit, где мы производим свой материал. И также мы дополнительно черенковим, потому что здесь есть условно какие-то два лагеря, которые начитались в интернете одного, а им только это. Мы здесь, понимаете, дольше объяснять, что это плюс-минус схожие способы производства. Но кто-то начитался, что ему только Invit, это высококачество, пожалуйста. Захотел это, пожалуйста. Поэтому здесь мы исходим только от запроса и пожеланий клиента. А есть моменты, когда у нас определенный сорт только определенного способа производства. Не по-другому никак. Быстренько блиц. Если для голубяки грунт, открытый грунт, яма, то что это должно быть? Самое основное наполнение. В качестве посадочного сострата. Значит, первое, я немножко все-таки вернусь про яму. Очень важно, не обязательно это должна быть яма. То есть нужно разобраться, какая маточная почва. Если она тяжелая, если это суглинки, глина, то яма должна быть неглубокая. Не надо вот эти действия делать, что роем в колено, потом там сыпем и так далее. Я чуть-чуть экскурс сделаю. Почему? Потому что со временем из-за того, что будут скачки температурные, весна, зима, лето, глина будет менять свои физические свойства. Она будет то жидкая, то твердая. Она просто заполнит этот посадочный субстрат. И через три года вы закопаете свои деньги, которые вложили в свой субстрат. А тем, что это все станет обратно глиной. Поэтому, возможно, тогда нужно посадить в пригорок. В таких случаях мы рекомендуем. То есть небольшую яму, туда какие-то такие крупные древесные остатки, типа веток, коры и так далее, щепы. А уже потом все остальное... Холл назовем это. Если говорим про... Вот, кстати, здесь оно и приставлено на холл. Если говорим про посадочный субстрат, то процентов 60-70 это верховой кислый торт. Он должен тоже быть определенной фракцией выбирать. А если мы говорим про посадку, ну, скажем так, в открытом грунте, то лучше, если это будут фракции типа 20-40, 20-60, чтобы она не сильно мелкая была. Потому что основная масса фракций это 0,5. Это, конечно, лучше, чем просто, как у нас распространенные заблуждения, пойти в лес и набрать. Да, 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 накопать это. Я на болоте живу, я там черного торпа себе. Вот в таком случае, как правило, голубика очень плохо себя чувствует. А если подойти нормально к этому вопросу, и правильный посадочный субстрат, заложенный на старте, он решает в дальнейшем много проблем с питанием, с болезнями, с вредителями и так далее. Если подкислять, то чем? Ну, мы в промышленных масштабах работаем кислотами. Это азотная, серная, ортофосфорная. Если серо, порошковая, коллоидная. Да, 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 это хороший вариант. Единственное, имейте в виду, если это гранулированная, то она будет чуть дольше разлагаться. То есть это может быть до двух лет, в зависимости от климата еще. Если порошковая, чуть быстрее сработает. Но хороший, правильный верховой кислый торп, он изначально будет правильной кислотностью. С ним уже меньше проблем. Конечно же, обязательно. Пожалуйста, последний вопрос. Совет начинающим. Вот те, кто начинающие питомниководы, те, кто только идут в эту сферу, хотят работать с ягодными растениями, хотят работать с голубикой, давай советуем. Вы капаете смородину, садите голубику. Это была компания BlueCoin. Канал у них Ягодная долина. В Телеге тоже, да, такой же канал, одновременно. В Телеге у нас Farmer Boyka. Это мой никнейм. И там, соответственно, можно в Телеге. Все, ребят, всем хорошего дня. Сажайте голубику.